МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте. И в этом выпуске. Эпидситуация остается напряженной. Медики работают на износ. В красной зоне круглосуточно дежурят врачи, медсестры и санитарки. Кьюар-код, чтобы сходить в салон красоты или спортзал. Норма или излишняя противоэпидемическая мера? Этот вопрос обсудили представители бизнеса и органов власти. К чему пришли в ходе дискуссии? 52 жителя поселка Искателей и 2 семьи из Наринмара до конца текущего года получат компенсации за аварийное и ветхое жилье. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. И теперь информация об эпид-обстановке в регионе. По данным портала СтопКоронавирус.РФ в Ненецком округе за сутки выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 34 человека. С начала пандемии в регионе официально зарегистрированы 2707 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2611 человек. В регионе зарегистрирован 61 летальный исход от коронавируса. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, уровня референс, находится 199 человек. Еще у шести пациентов коронавирус был подтвержден результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находится 205 человек. Из них стационарное лечение получают 52 человека, амбулаторное – 153. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1120 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Эпид-ситуация остается напряженной. Медики работают на износ. В красной зоне круглосуточно дежурят врачи, медсестры и санитарки. В основном в ковидное отделение попадают пациенты пожилого возраста. Впрочем, в последнее время регистрируются случаи, когда в стационар попадают даже дети. Тему продолжит Катрина Тайбарей. В момент прихода нашей съемочной группы в стационар поступило два новых пациента. Их незамедлительно приняла и приступила к осмотру врач Елена Долинко. Тем временем ее старшая коллега, главный внештатный инфекционист Елена Микушева, проводит обход других пациентов. Работы много. В ковидном отделении занята большая часть коек. На лечении полсотни человек. То есть это неплохая сатурация. В общем-то, хорошо. Я 22-го вызвал такие объекты. Она меня посреду на лечении. Я сделал тест. Елена Микушева – высококлассный специалист своего профиля. Пришла в профессию в 1987 году. За плечами 34 года стажа работы с самыми разными инфекционными больными. И я имела, в общем-то, возможность пообщаться с инфекционными больными разного профиля. Поэтому страха у меня нет никакого. У меня изначально страха не было. Когда мы как раз, мы были первой бригадой, которая зашла работать с ковидными больными. Самая первая больная – это была наша пациентка. Сложность и специфика работы в ковидном отделении в том, что больные нуждаются в постоянном внимании и заботе. А сам вирус постоянно мутирует. Появляются новые симптомы и непредсказуемые течения болезни. Ковид стал коварнее, намного коварнее, агрессивнее. И полиморфность проявлений клинических. То есть, если мы раньше знали, там, кашель, допустим, одышка, то сейчас может даже диспептические расстройства, рвота, тошнота у пациентов, нестабильные скачки давления, давления, температуры. Это все присутствует. И прогрессивно они ухудшаются. Вот если раньше все равно как-то больные были постабильнее, полегче, то сейчас очень высокий риск еще осложнений. Тромбоэмболических осложнений, высокий риск кардиологических осложнений. И этим обусловлена большая, я думаю, смертность. В красной зоне работают врачи, медсестры и санитары. Смена в стационаре длится 12 часов. 80% времени работники проводят с пациентами. Лекарств и оборудования для лечения достаточно. Из 9 аппаратов искусственной вентиляции легких занято 7. Все истории болезни врачи заполняют в электронном виде. Из красной зоны в зеленую ничего не переносится. Больные продолжают поступать. По словам медиков, большая часть из них не вакцинированные. Вакцины эффективны и пациенты более легче переносят. То есть вакцинированные пациенты легче переносят заболевание. Бывают случаи, что вакцинированные тяжело, но это, наверное, единицы. В основном легче переносят. И, наверное, к нам не поступают частично. То есть в основном лечатся дома амбулаторно вакцинированные пациенты. В основном причина осложнений у вакцинированных пациентов – это сопутствующие патологии. Я могу сказать точно, что наличие сопутствующей патологии обуславливает осложнения, которые потом возникают после коронавирусной инфекции. Елена Легарева – медсестра. Также каждый день рискует жизнью ради спасения ковидных пациентов. В красной зоне девушка работает уже месяц. Соглашается, что работа нелегкая, особенно в эмоциональном плане. Тут эмоционально тяжело работать на самом деле. Пациенты нестабильные. Они могут резко ухудшаться. Абсолютно, допустим, ходят нормально, и резко у них можно ухудшиться в состоянии. То есть нужно постоянное наблюдение, улучшенное. Привычный рабочий день медсестры начинается с облачения в специальный костюм. Далее – выполнение назначений врача. ЭКГ, забор крови, ингаляции, измерение температуры и сатурации, перевязки и так далее. Пациенты замечают старания медицинских работников. Елена Легарева отмечает уважительные отношения и понимание. Пациенты, да, они уже узнают в костюмах и относятся очень уважительно. Пациенты благодарные на самом деле. Нет такого, чтобы они там грубили и еще что-то. Очень хорошие, добрые, благодарные пациенты. С пациентами нашей съемочной группе лично пообщаться не удалось. Но, по словам медработников, они удовлетворены содержанием в отделении. Устраивает, выполняю и питание, и уход. Недовольных пациентов я еще пока не видела. Эпидобстановка в Нейнском округе, как и по всей стране, оставляет желать лучшего. По сравнению с прошлым годом заболевшие молодеют. У нас поступают и дети, чего раньше не было, да. Причем не один ребенок, как вот где-то вот было, что один ребенок там в течение какого-то времени. У нас одновременно поступало в день по несколько человек детей. У нас поступают и пожилые люди, у нас поступают люди среднего возраста. Вот такого какого-то особого описания потока я вам сказать не могу. Любой человек может заболеть и любой человек может попасть в наше отделение. На данный момент в Нейнской окружной больнице развернуто 69 коек. Впрочем, ковидное отделение расширяется. Оборудуются дополнительные палаты для тяжелобольных. Введем кислородную систему, монтаж консолей, клапанов. Для больных получается подача будет в конце месяца, может даже уже в середине. Ускоряется работа, идет пайка. Основной монтаж заканчивается, остается самое главное – это консоли. Помощь нам оказывается, но стараемся все для больных. Сейчас в отделении обустраивается палата, оснащенная кислородными консолями для двух пациентов. В планах расширить отделение, оборудовать дополнительные палаты. Медицинские работники призывают население беречь себя, не заниматься самолечением и соблюдать противоэпидемические меры. Катрина Тайбарея, Алина Ваучейская, Владислав Носкин, Телеканал Север. QR-код, чтобы сходить в салон, красоты или спортзал. Норма или излишняя противоэпидемическая мера? Этот вопрос обсуждается в Ненецком округе уже вторую неделю. Одними из первых, кто выступил против введения QR-кодов, стало предпринимательское сообщество. Бизнес столкнулся с рядом проблем из-за новых ограничений. Дискуссия развернулась сегодня в региональной администрации. Подробнее расскажет Василий Хатанзейский. Вы представляете, если они исчез, начнут все разоряться. Это сколько безработицы какая будет? Вопрос, заданный Юрием Артеевым, в самом начале встречи волнует каждого бизнесмена, сидящего в зале. QR-коды введены сегодня практически в каждом регионе нашей страны. Эпидемиологическая обстановка ухудшается и в связи с этим правительство вводит новые ограничения, которые бьют по кошельку каждого предпринимателя. Мы потеряем деньги, мы недоплатим сотрудникам зарплаты, возможно, кого-то уволим. На сегодня в регионе 44% привитых, насколько я знаю. Собственно, эти люди, которые смогут посещать Эпщепит, смогут посещать салоны красоты. Если мы возьмем, ну, грубо посчитаем, что все в регионе посещают наш бизнес, это половина от всех возможных, половина, чуть меньше 44%. И, соответственно, бизнес недополучит прибыли в половину. В половину на севере, с учетом логистического плеча, это весомые потери. Рекомендация введения допуска на посещение гражданами отдельных организаций только по QR-коду указана в перечне поручений президента России по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 20 октября. В списке предприятий – салоны красоты, фитнес-центры, бассейны, кафе и рестораны и другие организации, где фиксируется большое скопление населения. Меры, которые мы вводим, они направлены не для того, чтобы кого-то ограничить в получении услуг или еще чего-то, а для того, чтобы разорвать эпидемиологическую цепочку и прервать цепь нарастающих заболеваний, которые фиксируются с каждого дня по 18 человек в день. Кроме того, нам необходимо остановить смертность, которая у нас тоже идет с приростом 1 человек в день. Это очень большие страшные цифры. Впрочем, предприниматели считают, что такие ограничения в некоторых случаях могут противоречить закону о защите прав потребителей. По закону о защите прав потребителей я не могу отказать клиенту, если он не находится в состоянии алкогольного опьянения, если он психически здоров, я не могу ему отказать в обслуживании, если он пришел в частности по записи. Это будет нарушение закона о защите прав потребителей. И с этой претензией они также могут пойти в Роспотребнадзор. Бизнесмены уже не первый раз встречаются с подобной ситуацией и такими ограничениями в целом. Во время первой волны пандемии все сферы малого бизнеса оказывали свои услуги, но при этом соблюдая меры безопасности. По мнению предпринимателей, это лучший вариант, чтобы работать дальше. Зал у нас там 20 квадратных метров, да, и то мы там обслуживали по одному клиенту, да, то есть мастер-клиенту. Ходили, если нам надо было там еще кого-то обслужить, мы, если у нас был другой кабинет свободен, мы его перестраивали и там тоже стригли. То есть мы реально эти меры все соблюдали. Если это будет все соблюдаться, ну, будет супер. Большие траты уменьшения прибыли в разы и потеря клиентов. Это главное на сегодня проблемы предпринимателей, связанных с введением новых ограничительных мер. В свою очередь главный финансист региона Татьяна Лагвиненко сообщила бизнесменам, что в такое сложное время региональные власти ищут возможность поддержать предпринимательство. Предлагается и опять вот выплачивать эти 12 тысяч из федерального бюджета. Возможно, мы будем, есть предложение о том, чтобы доплатить районный и северный тем, кто закрывается и кто получит федеральные меры поддержки. Но опять же, это действительно достаточно, ну, как бы, трудоемкая, большая работа со всеми этими порядками, оценками регулярного действия и прочее. Но, тем не менее, мы сейчас над этим работаем. В ходе дискуссии также не раз напомнили, что такие строгие меры вводят для сохранения жизни и здоровья населения Неницкого округа. По мнению главного санитарного врача, на фоне низкого уровня вакцинации количество заболевших держится на высоком уровне. В качестве примера эффективной вакцинации Наталья Кирхар привела ситуацию с недропользователями. Вахтовики привили 90% своих сотрудников. Где у нас вахтовики? Они спокойно работают. В завершении встречи Татьяна Лагвиненко предложила дать время и предпринимателям, и их клиентам для подготовки к введению QR-кодов. Итоговое решение о введении новых ограничений примет оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. 52 жителя поселка Искатели и две семьи из Наринмара до конца текущего года получат компенсации за аварийное и ветхое жилье. С предложением внести дополнительные меры по решению жилищного вопроса в регионе к губернатору Неницкого округа обратились депутаты регионального парламента от фракции «Единая Россия». Поправки в бюджет могут быть внесены в ноябре текущего года. Дверь полностью вообще, она у нас не закрывается. Дверь в комнату не закрывается, стены вздутые, окна перекошены. Жить в доме по улице Озерная в поселке Искателей – сплошное испытание. У нас дом водит, получается полы уходят, у нас трое детей. Зимой вообще невозможно находиться здесь в квартире, у нас дети уходят к бабушкам ночевать, потому что холодина. Что пополам, я могу сказать. Полы уходят в одну всю сторону. Все это окна, если откроешь, проветривать, его невозможно закрыть. Весной, осенью сильные дожди у нас получаются. Из этих челей у нас льет просто вот так вот водопадом здесь. Без толку. Зимой у нас большой снег здесь, лед. Эту квартиру семья Гореловых приобрела в ипотеку в 2007 году. Тогда дом находился в хорошем состоянии. Проблемы начались два года назад. Где-то начинаем ремонт делать и без толку. То туда ведет, то туда. Полы перебираешь, тоже уходят. И как бы на данный момент мы уже ничего не делаем, потому что без толку деньги просто тратим и все. Сейчас вот уже буквально сколько, года, наверное, два тому назад полы перебирали. Ушли здесь, что-то делаем, все ломают. Уходит, дом постоянно у нас гуляет. В прошлом году жильцы этого дома обратились в администрацию поселка Искателей с просьбой участвовать в программе компенсации за ветхое и аварийное жилье. Дело в том, что дом не был признан аварийным. А это одно из условий, как мы знаем по этому закону. Также провели здесь собрание. Приглашали представителей администрации, пояснили, что для того, чтобы признать дом аварийным, необходимо заключение экспертной организации, которая определяет, аварийный дом ветхий, либо неаварийный. После того, когда жители самостоятельно провели сбор средств, оплатили этой компании такое исследование, получили заключение, что действительно дом аварийный. После этого администрация поселка Искателей признала его аварийным, а у жителей появилась возможность получить компенсацию за ветхое жилье. Нужно только дождаться своей очереди. Ведь таких домов в поселке хватает. И есть те, кто ждет компенсацию по 3-4 года. В Искателях, конечно, очень много домов, которые уже аварийные, в которых люди просят переселить их или же выделить компенсацию. Но на сегодняшний день появилось немножко дополнительных средств, которые округ и выделит. Программа эта была приостановлена с 1 января текущего года и возобновлена в июле 2021 года после обращения жителей округа. Тогда на компенсации были выделены 113 миллионов рублей. Направить в бюджет округа 2021 года дополнительные средства на компенсационные выплаты предложили депутаты от фракции «Единая Россия» в собрании депутатов, советах Заполярного района и поселка Искателей. Было принято решение о том, чтобы обратиться к губернатору для предоставления 152 миллионов непосредственно для тех жителей, которые проживают у нас в аварийном жилье. Потому что все-таки уже скоро у нас зима и необходимо переселять этих людей. И у нас сейчас будут внесены поправки в бюджет. Это произойдет в ноябре. И эти 152 миллиона будут предусмотрены. То есть там в основном получаются жители-искатели. По второй очереди, еще раз повторяю, там получат 52 человека. В Нарьенмаре на компенсацию смогут рассчитывать две семьи. Хорошие новости есть и для тех, кто планирует получить новую квартиру взамен аварийной. На сегодняшний день в поселке Искателей готовятся к сдаче два многоквартирных дома. Жилье гражданам планируется предоставить до конца текущего года. Еще один дом по улице Строительной будет сдан в первом квартале следующего года. В перспективе застройка территории в районе улицы Тиманская. Сейчас мы ждем пересмотра стоимости одного квадратного метра. Потому что квадратный метр, который строится за счет средств окружного бюджета, это 74 тысячи. Данные, которые показывают у нас при проверке достоверности метрной стоимости, у нас сейчас квадратный метр около 120. У нас действительно 74, это меньше, чем в Архангельске строят без отделки. Поэтому мы сейчас пересматриваем стоимость и будем под комплексную застройку делать в районе Тиманская. Там порядка 20-30 тысяч квадратных метров должны будут введены. По словам Павла Масюкова, большинство квартир в строящемся жилфонде поселка Искателей и Нарьенмара предоставляется для переселения из ветхого и аварийного жилья. Тем, кто желает получить компенсацию и таким образом самостоятельно купить жилье, нужно помнить, что выкупаются квартиры по рыночной стоимости, которая определяется оценщиком. Сейчас это около 60 тысяч за квадратный метр. Сейчас компенсация предоставляется только на приобретение нового жилья. Это теперь в жилищный кодекс внесены изменения, поэтому это только целевая статья. То есть на приобретение нового жилья. Если граждане хотят просто получить средства, то они могут воспользоваться именно как раз не получая новое жилье, претендовать на выкупную цену. Но это есть риск только в части оценки, потому что оценщик может оценить как на 40 тысяч квадратных метров, так и на 60. Тут есть определенные риски у граждан. Что касается Нарьенмара, то здесь, по словам Павла Масюкова, также идет работа по комплексному развитию территорий, которые можно застраивать в ближайшее время. Александра Литкова, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.